Во дворце Спорта Триумф прошел праздничный новогодний концерт. На главную елку округа пришли сотни жителей Люберец. Что на этот раз приготовили для них артисты, покажем в следующем сюжете. Атмосфера праздника чувствуется уже на пороге, а создают его главные новогодние волшебники. Они же музыканты эстрадно-духового оркестра. Исполняем новогодний репертуар специально для наших зрителей, маленьких ребятишек. На основной сцене гостей тоже встречает Дед Мороз, но уже со Снегурочкой. Сказочные персонажи приветствуют всех собравшихся. И праздник начинается с главной новогодней песни округа. Новый год – это не только пора концертов, праздников и костюмированных представлений. Это подведение итогов уходящего года и составление планов на следующий. Несмотря на ситуацию, связанную с пандемией, в 2021 году в городском округе Люберцы реализовано много важных проектов. Создали в этом году парк Лапса. Я думаю, что он преобразился. Мы развиваем парк Малаховское озеро. Я думаю, в следующем году мы его завершим. У нас большие планы по поселку Октябрьский, где будет создан большой парк, самый большой парк в нашем городском округе. В своей речи Владимир Ружицкий поблагодарил врачей, которые до сих пор ведут борьбу с коронавирусной инфекцией. А жителям округа пожелал крепкого здоровья. Сегодня это особенно актуально. Чтобы 22-й год был безболезненный. Чтобы этот коронавирус ушел и было все у нас хорошо. Чтобы, главное, войны не было. Здоровья, здоровья еще раз здоровья. И пенсии побольше. Поздравляю всех с Новым годом. Желаю всего самого наилучшего в этом году, в новом году. Еще здоровья, естественно. Мини-мюзиклы по мотивам известных сказок, зажигательные танцы и живое исполнение музыки. Погружение в атмосферу волшебства на два с половиной часа. За некоторыми номерами гости концерта наблюдали, затаив дыхание. А когда на сцену вышел поп-исполнитель Влад Сташевский, зал наполнился овациями.